Атомная подводная лодка Екатеринбург готовится к возвращению в строй. Сегодня отремонтированный после пожара крейсер вывели из Эллинга. Владимир Рычагов побывал на церемонии второго крещения субмарины. Ракетный крейсер Екатеринбург пострадал во время пожара в декабре 2011 года. ЧП произошло в доке судоремонтного завода в Мурманской области. Во время ремонтных работ корпус подлодки обнесли строительными лесами. Они-то и загорелись. И далее, по данным открытых источников, огонь перекинулся на легкую обшивку субмарины, а после перешел в пространство между этой легкой обшивкой и основным корпусом крейсера. От огня пострадала гидроакустическая станция. Досталось и резиновому покрытию легкого корпуса корабля, предназначенному для звуковой маскировки ракетоносца. Подлодку было решено направить в Северодвинск, куда она своим ходом и пришла летом 2012. Ремонт повреждений и плановое обслуживание заняли почти два года. И сегодня АПЛ вывели из Эллинга. По старой морской традиции разбили аборт бутылку шампанского. Правда, она сдалась лишь с третьего раза. Скорее всего, из-за нового качественного шумопоглощающего покрытия крейсера. Передача подлодки флоту назначена на конец этого года, после испытаний. Сейчас будет настройка комплексов, которые необходимо делать здесь на твердом основании. Это тоже займет определенное количество времени. Но самое главное, вся забортная часть отремонтирована, корпус, судовые системы, оборудование, энергетические установки. А дальше начнется достройка у набережной, швартовные испытания, ну и затем ходовые испытания. Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667 БРДМ – основа российских сил морского ядерного сдерживания. Их длина составляет 167 метров, водоизмещение – 12 тысяч тонн, максимальная глубина погружения – 400 метров. Субмарина вооружена 16 баллистическими ракетами «Синевана», каждая из которых может находиться от 4 до 10 боеголовок. Максимальная дальность полета – более 8 тысяч километров. В корабле такого предназначения, конечно, государство, которое обладает ими, правительство этого государства имеет веские аргументы при введении своей внешней политической деятельности. У Екатеринбурга весьма почтенный возраст. Крейсеру уже 28 лет. Однако это не сказывается на боевой мощи субмарины. Одним залпом она по-прежнему может существенно ослабить силу потенциального противника. В составе флота подлодка по плану прослужит еще как минимум 7 лет. Владимир Рычагов, Виктор Коноплев, Новости 24, Архангельск.